Вот это я сделал такой калаш, дело вот в чем, в последнее время для меня это есть, для меня это гордость, когда пусть не все, еще полно сайтов, полно каналов, где это, миллион участников, вот, где учат убивать деревья и кроме, и все хвалят, вот человек научил убивать, его хвалят, какой умный, мы теперь все, у нас теперь будет сад, а потом пойдет ветки резать. Так, простите, я сейчас выключу кондиционер, а там я сейчас простужу, сейчас, секунду, вот, сейчас я скажу, что его силу. Ага, выключил. Так, так вот, значит, начали говорить, Мичурин и Железов, величайшая честь для меня, хотя я не ученик Мичурина, и даже со многим не согласен, и даже, это как бы, вот так разошлись пути, вот так, вот. Вот, и все равно, Мичурин и Железов. И тогда я вот такое вот, смотрите, вот это четыре мои книги. Первая с Курдюмом, три мои авторские. Так, эти книги когда-то должны будут перевернуть сознание у молодых, у кого звание профессора, доктора, наук, этим уже бесполезно, они знают, что деревья все вредные, и ветки вредные, и листья мне нужны, понимаете? И почва мне нужна, и это, ее надо уничтожить, вот, перелопатить. Вот, все, их уже не исправишь. Вот. Так вот, это будущее нашей страны. И я взял, почему здесь написано книга Мичурина, где обложка? Эту книгу мне прислал человек с другого города, это было 20 лет назад, когда, 25, когда я начал печататься. Я говорю, Валерий Константинович, может вам пригодится, книга редкая, вот, книга редкая, значит, а я ее нашел на помойке. Вот. С той стороны она изгрызана мышами, и он, это, ну, она библиотечная, но нашел ее на помойке. То есть, библиотека, скорее всего, ее не покупали много лет. Ну, представляете, лежит, лежит, мешает, уже пора обновлять, допустим, сортиметр. Вот, ее выкинули. То есть, наступил момент, когда эти книги оказались не нужны. Вот. Я не знаю, как можно было студентов без книг Мичурина выучить. Сейчас не понимаю. Хотя, я говорю, мы разошлись, но я разделяю всю работу, вот, и также воспитывал ее Елена Александровна Савинича. Есть агротехника, она до Мичурина, во время Мичурина и в наши дни осталась неизменна. Она губительна, она затратна. Вот. Это каторжная работа. Это работа по этому самому, чтобы не было садов. Вот. А есть еще селекция. И вот эта книга Мичурина, в том числе, это книги по селекции. Понимаете? Вот. И даже не всем студентам она надо. Большинству студентов, у нас же вот такие книги, как вот вокруг этой, где моя физиономия. Вот такие книги нужны. Почему? Потому что они правду научат и действительно перестанут за это. И горбатиться перестанут. И эта работа станет праздником. И ничего не погибнет. Как не вырастить абрикос? Это же какой-то, это, смотришь, вот, как у Сергея сейчас. Господи, что ты будешь делать? У него, он посадил там пару тысяч костчиков, у него такое впечатление, что их там три тысячи. где ни пройти, ни проехать. Ужасно. Ну, почему? Ведь это все во всех садах может быть. Ведь я же учу этому. Вот. Смотрите сюда. Прямо перед этим пищало. Перед этим сагом. Елена Александровна среагировала. Елена Александровна, привет. Я только сказал, что груши... Знаете, сколько они у меня за все годы изгноил, этих сладких груш? Вы видели эти, когда ковром лежат, и это... Высота 6, 8, 10, 19 метров. Пока не упадет, Груши перезревает на дерево. Я не смеюсь, но это смех сквозь слезы. Падает с такой высоты, и разбивается, как яйца разбиваются сырые. Представляете? И вот, Елена, привет. Я так горд, что меня слышит. Ведь я же в душе-то с тобой разговариваю. Вот. Ты представляешь науку. Ты мостик. Ты и тут, и там. А? Так вот, что она написала? Груши мне нужны и много. Ну, полазишь у меня, это, по стремянке, полазишь. Вот. Тут как раз, кто-то мне из вас, один из вас, прислал совет какого-то баститового ученого. И там было сказано, от болезни ног вы, старики, не избавитесь. Так, это бесполезно. То есть, а также станут кости ваши с возрастом хрупкими. Ну, дальше идет пару терминов. Аспароз, что-то такое, не помню. И дальше. И всем советую. Один из, знаете, какой? Не вставать на табуретку. Елена Александровна. Когда ты увидишь у меня нарядные фильмы, да? Или этот самый... Сворог. У них высота 12-15 метров. Я посмотрю, как там это. Пока крылья не вырастешь, до тех грушей нельзя добираться. Опасно. Ладно. Это я люблю поговорить. Но я залез в телефон по другому поводу. Здесь я не включаю WhatsApp. Он и тут есть, и там. Но нельзя. По одной простой причине. Там чужие телефоны светятся. Вот. Письмо врача-ортопеда всем пожилым людям. Я не буду это читать. Кому надо, я его могу переслать. И там один из них стоит. Чё? Не вставать на табуретку. Ну, мудрейший совет. Я прислушаюсь. А то я лазил по этим, по стремянкам. Идём дальше. Значит, сейчас мы ещё одну. А, вот. Смотрите. Я говорил про котики. Я призвал купить их. Вот, пожалуйста, письмо. Вот оно. Читаю. Свеженькое. Вот. За 16 минут до начала этого. Вебинара. Здравствуйте. Скажите, где до посадки хранить косточки? Значит, лучшее место для хранения косточек. Это стабильная температура холодильника. Вот у меня в погребе тоже хранятся. Но надо забывать дикую жару. А там хоть и три этажа вниз. А там всё равно уже будет не два-три, а уже десять. Значит, для вас мой совет. Хранить в холодильнике. В холодильнике можно завести ради такого серьёзного дела. Один-два обыкновенных градусных. И смотреть. Вы знаете. Там, где у кого камера морозильная. Прям вот она. Вот. Я бывало прижимаю прям по неволе банку с этими. С сырым песком и с косточками. Смотрю. Со стороны этого уже минус. Уже замёрз песок. А с этой стороны градусник лежит минус плюс пять. Даже это учитываю. Я не хочу вас подводить. А вам проще. Маленькие стеклянные баночки. Вот им. Допустим, тридцать косточек. Я чаще всего рекомендую. Сын-манджорца. Для всей России. Ну, гарантированно. Урожай. А их нет. Обидно. Сын-манджорца. Тридцать косточек. Вот такой флакончик. Засыпал туда. Сухие. Крышку. И где-нибудь поставил в холодильник. Выбрал где два-три метра. И лежать будет. Или до соседней посадки. Точнее. Для подзимней посадки. Подзимней, предзимней. Или до сертификации. Сертификация абрикосов. Средняя. Это февраль. Ну, а дальше у кого-то бывает цветёт. Там надо уже раньше закладывать. Допустим, в январе. А у кого-то не цветёт. А снег ещё лежит. Тогда в феврале. А может, и в марте. У нас и... Ха-ха-ха. Даже там, где, как бы их назвать-то, широта такая. Полярная. Приполярная округа. И там можно выращивать. Почему? Идёт. Сплошное. Тепловая. Как вы называете? Революция? Не революция. Ну, поняли меня. Итак. Кто? Вот сейчас бы, Илёна Александровна. Как я вас не попросил? Ну, как? Я вам Вусенко книгу подарил. Подарил. Книгу Мичурина. У меня их лежит ещё. А! Потом мне прислали все книги. Ну, я где-то заикнулся. И тут же мне прислали. А вот, вот, это самое. Вопрос к вам. Вы, Мичурина, проходили. Я имею в виду селекцию. Селекцию. Вот. У него же получился особый случай. Значит. Поверил Грейлю. 19 век. Добыл эти самые очень морозостойкие подвои. Привил на них сада южные. Немножко поблаженствовал. И всё это замёрзло. Как он ругался? Как он ругался? Но было ли в нём понятие такое, как неполная биологическая вместимость? И вот к нам 21 век перешло. Сибирка не годится, как подвой. Вы понимаете? Я... Пусть я разговаривался. Пусть я вот... Тут у меня столько важных тем, но я не могу это пропустить. 21 век. В центре Сибири самый лучший абрикосовый рай, само собой. И яблоневый рай. Самый лучший – это абрикосы и яблони. И вот у нас в центре Сибири Минусинская котловина. Шушенская, Савиногорск, Абакан, Минусинск. Эта Минусинская котловина под уничтожены яблоки. Как? Почему? За что? Ну, я же сравнивал. Понимаете? Я сравнивал. Вот это дерево, к нему секаторам не подходили. Оно тоже умирает. Но на 10-й, 15-й год уже успело накормить кого-то. А стоит только секатором подойти. Я показывал сотни фотографий. Сразу вот от этого места, где отрезал, и вниз пошло, 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 пошло. И до самого этого штамма дошло. Все, мертвое. Когда с этим-то поймут-то? Ведь почему никто это не обращает? Почему никто не разобрался? В Турции, в Сибирке растут в Даге. И я сделал одну вещь, которую невозможно оценить, а не переоценить. Ее надо бы переоценить. Дело в том, что Сибирка раз. Китайские сливы, как подвои. Они самые простенькие, мы их не приливаем. Два. Вот, манчжурские абрикосы, которые считаются дикие. Мне так и говорили, у вас дикие абрикосы. Да хрен с вам, называйте их дикие. У меня их едят за опечки, как хомяки эти. Эти манчжурские абрикосы. Дикие, ладно, дикие. И, наконец, груша уссурийская. Она действительно по-настоящему дикая. Вот эти четыре пассии, плюс еще сибирская самая рысня, как подводят от чешни. Вот, это все не стало, как сказать, я не стал их улучшать. Но когда несколько поколений, и когда теперь, это одно из моих величайших открытий. Теперь, когда у них уже несколько поколений, и переживаемость лучше, лучше, лучше. И когда я сейчас, Железу, Илья Александровна, запоминайте, это же самое важное на свете. Когда я беру ветку, вот это, роскошнейшего, вот этого самого, что вот в вашем фотографии. Вот такие, там явно 100-граммовые плоды. Так вот, когда я беру ветку с такими плодами, которая несколько поколений у меня прожила, так вот теперь нидичок приспосабливаем, или его оккультурим, чтобы они совместились. У этого же не получилось в первом поколении, у меня ничего не было. Нидичок, а культурная ветка, имея уже гены, манжурца, уссурийской груши, гены имея, уже культурная ветка. И я вам еще покажу, у меня на грушах еще два проявления. Вот висят вот такие груши уже, и рядом вот, на этой же дереве, на другой ветке соседней. Это специально потом фотографии сделаю, фильмы с ними. Я должен это доказать всему миру, что мы приучаем не дикарей, чтобы они стали манжурцовиками и подобными. У них ничего не меняется, в манжурцовиках остается ими, она же не уменьшается. Дикарь остается дикарем, вот они за забором растут. Тысячи. А мы уже переделали привои, не уменьшая качество привоев. Почеркиваю, не уменьшая качество. Они садятся на дикаря. Они уже родственники. Вот это настроение ментора, и вот то, что я называл настроение ментора, это величайшее открытие. Пусть сегодня о нем знаю я, еще через два дня будет 300 просмотров, через неделю 500, все. И это пока вся страна. Но это, как бы 500 садов было бы, вот это хотя бы. Так, ну что? Ой, наговорил. Ой, наговорил. Итак, отделяем селекцию. Многие даже призывают, да, и я призываю, в своем районе. Нет у вас ни одного абрикоса. Вы первые. Вам все задача, только сотню козчик посадить. Все и ни о чем не думать. Ну, спасти, конечно, от мышей. Вот это, что я этот случай рассказываю, наверное, в третий раз или четвертый. Ну, как анекдот. Но если бы не было вот таких писем, не было бы и меня. Валерий Константинович, ну, допустим, сотню, купила я сотню, или там 50 ваших косточек, посадила, ни одна не взошла. Вот, все, я руки опустила, я читаю, думаю, ну что, бежать забудет долго. Читаю дальше, или слушаю, не важно. Дальше я начал копать соседнюю грядку, перекапывать. Вот они, все до единого косточки, собранного в одну кучку. Ну, а дальше догадываетесь, чья работа. Вот. Почему? Я вам показывал не раз фотографии. Приходит весна, значит, на квадратном метре несколько сотен собрано косточек, вокруг нету их. Они за зиму, ну, там подземные норы, или ранней весной, или поздней осени, они съесться столько не могут, но мозгов-то у них, ведь мыши, знаете, официальная наука, опять отвергся, официальная наука утверждает, что первыми млекопитающими на планете были мыши. Мышь теряя землеройка. И официальная наука во главе с Академией наук, во главе с президентом Академии наук, поняли? Во главе с весь гигантский аппарат, весь, это самое, биология, Ирина Александровна вспоминайте, школьники вспоминайте, мы произошли от мыши наружки, от мыши землеройки, мы произошли. Вот, зачем-то данным нужен гигантский аппарат церковь, где там тысячи человек молятся, поют, вот, когда мы, если мы от мыши произошли, ну, давайте, определитесь, в конце концов, от мыши, или все-таки мы искусственное создание. Вот, и у меня есть много фактов, что мы искусственное создание, ну, то есть, результат это, генетики, результат генерной инженерии, но это опять отличение. Но я почему мы вспомнил, есть, а вдруг от мышей мы произошли, 70 миллионов лет назад, да, там быстро превратились в кошку, собаку, свинью, и, в конце концов, человек, заметьте, и свинья была в нашем родословии, свинья была, а, хрю-хрю, так вот, хи-хи-хи, когда она мне рассказала, что мышь собрала с ее грядки, мыши собрали с ее грядки, все косточки абрикосов и спрятали их в хрон, тут я вспомнил, что это официально, официально, вся наука, что мы происхождение от мыши наружки, от мыши землеройки, вот, размер ее два фаланга пальца, так вот, наверное, у нее хватило ума, не просто взять и сожрать одну, грыз-грыз-грыз, а сделать себе склад, схрон, склад, где можно целый год в стороночке жрать эти самые дефицитные косточки, за которые вы по 25 рублей заплатили, ну, как вам моя, а че я разговаривался, а ну давайте, может, хоть немножко позже будет, смотрим дальше, кстати, покупайте эти книги, вот, хотя бы ради детей, ну, вы понимаете, что вот этих самых, садоводства, вот эта книга, северный сад, садоводения, нету, оставил три штуки, до президента, я уже вас выслал, это самое, книгу сказали, спасибо, Валерий Константинович, книга ваша, в личной, президентской библиотеке, вот интересно, вот была бы, машина, хоть, хоть сейчас заглянуть бы туда, хоть один, открыл ее, вот эту книгу, что справа, вот эта, северный сад, вот я, вот, я все равно еще держу, может быть, когда-то, обратят внимание, еще одну вышлю, вот, записки, осталось, три или пять, и все, это раритет, ребята, все, садоводства еще много, у нас их, на двоих, троцентках еще несколько сотен, пожалуйста, покупайте, умный сад, 10 тысяч, тогда, 10 лет назад, да, это прошло 12 лет, когда родилась первая книга, спрос был бешеный, она как была, так исчезла, потом, давай меня трясти, буквально через месяц-два, как она вышла в печать, а я говорю, у меня нету, мне прислали одну книгу, нет, не так, мне прислали 20 книг, авторские, 19 я раздаю, а 20 оставил себе, а потом, ой, а где мне взять, а не, а где, теперь только, это, где-нибудь, кто-нибудь продаст, на зоне, с рук, вот так вот, разделили мы с вами, значит, книга Мичурина, бесценная с точки зрения селекции, одно, насыщение Ментора, насыщение Ментора, это мое открытие, вот, насыщение Ментора, это открытие Мичурина, это важнейшая, ценнейшая книга, ценнейшее качество, но она не для всех, но агротехника, вот в этих книгах, нету там у Мичурина этого, если где-то чуть-чуть цепляется, но, если, агрель обманул, у него, моростойки по двое, на привал на них культурная, южная сорта, они погибли, а у меня не погибли, все, что привез с Украины, не погибли, а как попало на Украину, этот самый, тот же самый, допустим, ну, например, яблоня Квинти, вот, у него две родины, это значит Канада, или Голландия, выбирайте, шикарнейшее яблоко, одно из лучших в мире, как оно ко мне попало, вначале на Украину, потом ко мне, замерзает, никогда, ни одной сухой веточки, вы представляете, какие возможности открываются, ну, еще толку, если уже вот эта книга, 3-5 экземпляров, закончится сейчас, мне по этим полторы тысячи, вот так бы сейчас нужны были, мне надо сколько детей помочь, одеть в школе, вот, но лежат, уже сколько их не покупали, месяцев, садоводство, тайное дерево, это настоящая энциклопедия, это не то, что там это, побелите деревья, отрежьте лишние ветки, помните, очень приствольный круг, обязательно раскопайте, все, чтобы угробить дерево, а вот эта книга лежит, извините, невольная реклама. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ